Здравствуйте! В эфире «Православная Красногория». Сегодня будем говорить о продолжающемся Великом Посте. И поможет не в этом наш гость Фёдор Пономарёв. Здравствуйте, Фёдор! Здравствуйте, Андрей Сергеев! Три вопроса, которые мы подготовили к сегодняшнему эфиру. Великий Пост приближается уже к своему завершению, перевалил через середину. Сейчас пятая неделя. Расскажите, пожалуйста, о тех богослужениях, которые нам предстоят в ближайшие дни. Действительно, пятая неделя выделяется по своему составу богослужений. Как и многие другие недели Великого Поста, их не очень много, их всего шесть. Но за эти шесть недель очень много слушается служб, которые слушаются один раз в год. Сегодня в среду, но вот наш эфир выходит уже по окончании богослужения, совершался полностью чтение Великого Покаянного Канона Андрея Критского, который на первой неделе Поста отделился на четыре части. А сегодня для тех, кто может быть по разным причинам, кто-то не может прийти. И кого-то нужно еще раз напомнить о том, что пост продолжается, что не стоит расслабляться, что первая неделя закончилась, все можно забыть. Но Страстной нет. Поэтому в середине Поста, уже во второй части, накануне Страстной Седмицы, накануне самых таких скорбных дней Церковного Года, полностью читается Покаянный Великий Канон, автообъемный, 250 тропарей, 250 маленьких абзатиков, в которых вспоминается и Ветхий, и Новый Завет, то, как люди грешили, то, как умели каяться, и через это снова становятся людьми, а еще больше становятся святыми людьми. И в пятницу вечером читается Акафис Божьей Матери, такое богослужение. Слово Акафис переводится как «нельзя сидеть». Чтение, которое предназначено, во время которого нельзя сидеть ни в коем случае. То есть, было чтение, когда можно посидеть на службе, и чтение, когда нельзя сидеть. Вот Акафис – это одно из таких богослужений, в которых нельзя ни в коем случае сидеть. И по уставу сейчас очень распространено чтение Акафиста, поскольку оно успевает или события церковные, библейская история, или святого, или Божьей Матери. Поскольку человек всегда, когда происходит чудо, все-таки стремится благодарить, и сердце хочется петь, когда происходит что-то важное событие, и люди составляют Акафисты, как такую благодарность Богу и святым. И поэтому очень такое чтение легкое, понятное. Я думаю, тут не нужен особо какой-то дополнительный переводчик. Настолько все понятно и ясно. И очень красивое самое богослужение, одно, наверное, из самых красивых, зависит от церковный год. Я всех приглашаю в пятницу вечером на службу субботу Акафиста. Собственно, весь день субботы назван Акафистом. Но церковный день начинается с вечера, то есть накануне уже служится богослужение. Самое главное в субботу уже как литургия, как венец вот этой всей подготовки к службе. Ну и в воскресенье вспоминается память Марии Египетской, святой, которая жила далеко от нас, но очень много потрудилась для такой подлинной христианской жизни. Поэтому даже отдельное воскресенье Великого Поста посвящено именно ее памяти. И сегодня тоже вечером она в значительной степени упоминается в богослужении, поэтому даже чтение Великого Покаянного Канона целиком, которое происходит сегодня, названо в народе Марийным Стоянием. Да, действительно, названо Марийным Стоянием через то, что вот тоже, опять же, единственный раз в год, когда во время службы по уставу положено читать «Житие святого». И церковь особо почитает Марию Египетскую. Да, вот, представьте, за весь Великий Пост всего трое святых, кому достойна великая честь, чтобы в честь них посвящались воскресенье Великого Поста. И вот третий из этих святых, первым двое, это святитель Григорий Палама и преподобный Иоанн Лествичник, и вот третий – Мария Египетская. Святая, которая очень похожа, вот ее жизнь, наверное, некоторые могут сравнить ее жизнь со своим, а оказалось, что очень много схожих моментов. Грехи могут быть разные. Да, она очень рано решила получить свободу, уйти от родителей, сбегает из родительского дома в сегодняшнее житие, которое в храме читается в среду вечером, да, повествует нам о том, что сбегает из родительского дома, что «мне хочется быть свободной, не хочется вот этой свободы, хочется, как говорит один рекламный слоган, да, попробовать все, да, и вот в это стремление попробовать все, впадать в тяжелые, тяжкие грехи, да, и становится такой блудницей, и делает это не ради того, что ради денег, как она сама потом отмечала, к тому, кто позже перескажет о житии, а позже его еще напишут, да, дело в том, что она хотела грешить, она хотела, говорит, вот эту бездну опуститься по полной, да, вот ей этого хотелось, да, человек совершает грех не ради того, что, может быть, там, в город приходит, да, можно украсть ради того, чтобы, ну, нечем, не на что есть там, или хоть что-то там себе купить, какая-то машина, позавидовал, пошел, украл, здесь есть какая-то цель, а здесь даже не было цель, просто хотелось там совершать блуд и все, без всяких целей, без задач, вот хотелось в этой, да, то есть, как вот говорится в Пятой Западе, что почитай отца и мать, да благо тебе будет, да, она же решила не почитать отца и матери, вот это место благости получил полное, да, какое-то затмение, полное соединение с дьяволом, и через это погружается в, конечно, страшную тьму грехов, вот, и, конечно, примечательно этот момент, она сама его отмечала, что вот я это делал просто потому, что мне хотелось это делать, и больше не ради чего. И уже, когда она потом пришла к осознанию, что надо как-то меняться, произошло чудесным образом, что она увидела, что едет корабль в Иерусалим, на вспоминание честного креста Господня, на день его воздвижения, и вот когда она пытается зайти в храм, говорит, неведомой силы ее не пускают. Все проходят, а она нет. И в этот момент она понимает, что чем она отличается от всех тех, кто проходит. тем, что эти люди пытаются, несмотря на свои страсти и немощи, быть людьми, и уж тем более быть святыми людьми, как я уже сказал, а она потеряла всякий образ человеческий. Ее, как бы сказал верующий человек, больно и грустно смотреть. И вот она пытается измениться, она подходит к Иконе, начинает каяться, просит прощения у Бога, у святых, что она действительно прогневала небеса своими поступками, своей грязной и очень тяжелой жизнью. Господь милосердно ее прощает, она даже приступает в церковный порог, принимает святые тайны, но понимает, что мало вот так вот просить прощения и ничего не сделать. И она идет, и делом доказывает, что она действительно встала на путь исправления. Она уходит в пустыню, и всю оставшуюся жизнь проводит в пустыне. Проводит в пустыне ради того, чтобы Господь простил все те ее грехи. То есть до этого пустыня была в ее сердце, все было пусто, окаменевшее, не было там ни живой воды, ничего не было. Теперь она всю свою жизнь приводит в пустыню, чтобы внутри ее все изменилось. Да, и в этом, кстати, парадокс, что очень часто люди думают, что вот церковь что-то такое темное, и вообще связь с Богом, все надо отказаться. Да, при этом вот люди, когда ничего не отказывается, ощущаются внутри себя пустыню. А когда, наоборот, все отказывается, то, говорит, как-то жизнь становится и радостнее, и счастливее, и, как-то, говорит, улыбаться стал чаще. Некоторые отмечают, когда встают на путь исправления. Да, и пример Марио Египетский, пример того, как можно и измениться, как Господь может помочь в этом изменении. Да, и главное самое, научиться видеть самого себя, какое есть на самом деле. Ну вот, интересно поговорить об этом соотношении внутреннего и внешнего. Действительно, то, что мы встречаем в духовной жизни, когда многие отцы пишут, что, чтобы достичь чего-то духовного, надо утеснить себя телесно, да, или душевно. То есть, лишая себя чего-то внешнего приятного, получаешь несказанные блага духовные, которые, конечно же, не от тебя зависят, то есть Бог посылает в виде твоего сердца. Вот, какие мы имеем вообще самые верные ориентиры в этой борьбе, и что нас должно вдохновлять, потому что всегда внешне приятное, оно притягательное, собственно, потому оно и приятно, что его хочется, и сложно отказаться. Был такой святой Василий Великий, Великий он в свою такую тоже, очень подлинную и настоящую христианскую жизнь, даже люди внешне называли его Великим и почитали его, и очень уважали. Он как-то заметил, что невозможно сделать ад привлекательным. Да, это зловонное место, которое оно как и зловонное, так и и зловонное. И поэтому дьявол пытается сделать привлекательную дорогу туда. Да, и действительно, очень часто, вот, красивой оберткой скрывается червячок. Да? Одна из самых тяжелых нынешних страстей это страсть объедения. Что греха таить, многие страдают ожирением, полнотой. Да, бывают случаи, когда человек страдает от этого, не потому что он много ест, а потому что он, особенность может быть, фигуры, как некоторые отмечают, не знаю, правда, нет, я не врач, и нет у меня квалификации, чтобы вот так спокойно в этом всем владеть. Но говорят, что бывают люди, которые там страдают ожирением, не из-за того, что они много едят, а совершенно других причин. Потому что, кто говорит, сахарный диабет может увеличить, вес без всяких там внешних таких приятных факторов. Есть люди, которые много чего не едят, и все равно полнеет, от этого очень страдает. И, кстати говоря, тут скрывается другой фактор, от того, что мы очень часто многих людей заштамповываем, тут же начинают над ними смеяться. Они страдают внутренне, нет, чтобы их поддержать. Смотришь, что он там толстый, жирный, еще как-то обзывает другого человека, да, есть чем поддержать, помочь, да, человек, который внутренний, вы же не знаете внутренний мир, а внешний, конечно, все сильные задним умом, легче посмеяться и осудить, иногда бывает, чем поддержать, да. Так вот, многие страдают желание много поесть, да, и считают, что это не грех, себя как-то оправдывают, но это очень вредно и даже для самого организма, да. Если мы хотим быть здоровыми, нужно понимать, что себя нужно утеснять, да, утеснять в том, что, да, есть мера, выше меры нельзя. Да, и почему святые люди говорят про то, чтобы себя утеснять внешне, что когда мы себя утесняем внешне, становимся здоровее, как это не странно звучит, да, если я съем поменьше, то мой желудок более качественно все переработает, ничего особо там не пойдет в жир, я буду менее толстым, если буду менее толстым, то и нагрузка на сердце и на все остальные органы будет тоже меньше, и человек будет здоровым. Все логично, просто, понятно, и тем более организм у человека устроен очень премудро. Так же и в духовной жизни с одной стороны должна быть мера, а с другой стороны нужно себя утеснять, утеснять, чтобы духовно быть здоровее, лучше и чище и светлее. В духовной жизни, когда человек очень полон, то, как пишет апостол Павел, что от разума бывают многие искушения и многие трудности, что разум не всегда позволяет человеку быть от этого радостным. Вот скорби от разума бывают, в том числе. Поэтому надо понимать, что себя нужно ограничивать. И пост – это время, когда мы себя ограничиваем. Оно, с одной стороны, приятно и телу, и полезно телу, но, с другой стороны, оно намного сильно полезно в душе. Потому что, когда человек себя в чем-то ограничивает, то он начинает узнавать, что на самом деле им владеет. Когда я не пощусь, все идет по накатанной, и обычно человек чаще всего вместе с толпой идет, все побежали, я побежал, он ничего не ощущает. Как много времени поста он надо себя ограничивать. И в развлечениях, и в еде, и во многих других факторах. В том, что он мне доставляет радость, я должен себя ограничить. И оказывается, что то, что ему доставляет радость, это не он этим уже сам не владеет. Уже это владеет им. Он же не может не включить телевизор, он уже не может без пульта жить. И вот так все вот потихонечку эти вещи стали им командовать. И после этого времени, когда нужно от таких вот ненужных командиров отказаться. Не значит, что все это плохо, что там посмотреть, может, телевизор это там очень плохо. Для тела, говорят, вредно, потому что это облучение. Для души бывает вредно, потому что нужно найти хорошее, и найти, может, что-то хорошее есть. Тоже телеканал «Союз», который мог посмотреть, и, наверное, душевредного в проповеди многих священников, которые там вступают, ничего не будет. Но мало кто этот канал смотрит, все смотрят то, что очень сильно наша душа раздражает. Покойный патриарх Алексей как-то укорял даже годников телевидения по-доброму, о том, что это очень много показывает негатива, который только раздражает, и кто-то от этого начинает унывать, кто-то начинает думать, все, сейчас пойду всех вилами накажу, кто там что творит. И в итоге, вместо чем создать единое общество, наоборот, оно, получается, разделяется. Поэтому, если мы хотим в духовной жизни, чтобы наша внутренняя жизнь была правильной, себя действительно ограничивать, но это так же, как мы хотим, чтобы, если мы хотим быть здоровыми, себя в чем-то ограничиваем. Если человек болеет болезнями желудка и не ест грибы, потому что тяжелая пища, или еще какую-то, у него есть диета, он делает не потому, что он хочет диеты, потому что ему это полезно. И любой человек хочет, конечно, пожить, наверное, подольше и счастливым быть. Когда приходишь в любой класс, задаешь вопрос детям, очень часто люблю задавать вопрос о том, что вы хотите быть счастливыми? И почти все всегда отвечают, бывают случаи, когда они отвечают нет, не хотим. Но чаще всего люди, которые, ребята, которые они всегда идут против толпы. Если все любят футбол, я не пойду в футбол, если все это, я туда не пойду. Он, причем, внутренне хочет это, но вот он себя ставит как такого оппозиционера, революционера. И то такие потом соглашаются, что, конечно, да, лучше поступить со своими принципами, но быть счастливым, чем вот так вот жить, то никак. Ну вот, мы должны еще, наверное, помнить о том, что в посте мы не одни всегда, ну вот в частности в посте, в любых духовных попытках, потому что честно я по себе вижу, и может многие замечали, когда очень даже хочешь приступить к какому-то духовному деланию, например, вот поститься по-честному, очень сложно, это и вообще ничего не получается. Есть смысл напомнить, что всегда у нас есть помощники и в том, когда мы стараемся духовно, и в том, когда мы, наоборот, не стараемся, предаемся страстям, и в том и другом случае у нас есть невидимые помощники, да, и вот, наверное, так как мы явно, ну человек, например, который грешит и по творству, и страстям, ну, не намеренно сотрудничает с бесами, но тем не менее это происходит по факту, и потом уже действительно он от них в зависимости, то, что он не может не включить телевизор или не съесть лишний кусочек торта, то также, но в обратном случае мы должны и знаем и должны помнить и напоминать, что как раз-таки любой успех в духовном делании от Бога, да, и только это и помогает. Человек, когда постится надеется на свои силы, скорее всего, то есть, вот он надулся, как тяжелоатлет перед огромным, поднятием огромного веса и думает, вот сейчас я Великий пост весь на сухарях проведу, наверняка там, да, уже к концу недели он будет там горестно есть колбасу, утирает слезы, потому что, ну, здесь явно проявляется там самоуверенность, вот об этом хотелось бы спросить, как правильно себя настроить, то есть, с одной стороны, не унывать, если ничего не получается, и с другой стороны, как сделать так, чтобы получалось все-таки, конечно, речь не только о еде. Действительно, у нас есть помощник, самый главный, да, есть такая даже песня, о том, что если Бог с нами, ничего бояться, мы должны понимать, что дело спасения в православной вере, оно, это дело взаимное, Бога и человека. Человек один мало что может сделать, даже в Библии есть такие слова, что плохо человеку быть одному, да, он не может построить семью один, ну, вообще много что-то не может делать один. И даже монах, он без Бога, он может быть один с точки зрения физической, если нет никаких помощников, но и один без Бога, он тоже ничего не сможет делать, даже основать монастырь, насколько бы благими не были у намерений, да. Поэтому, конечно, нужно призывать помощников в помощь, и самого главного помощника Бога, как дома строителя, спасения любого человека, да, то есть спасение человека, надо употреблять, как дом, где Господь, как такой дома строитель, может помочь этот дом построить. Человек один его не построит, Господь за человека не может его построить, потому что у человека есть свобода, все честно, то есть надо строить дом вместе. И вот это построительство дома вместе и является главной задачей христианина. И важно очень, чтобы этот дом устоял, был прочим, да, поэтому Господь, тех, кто призывает помощь, удобряет строителя, который строит дом свой на камне, на фундаменте, да, и что бы ни случилось, уже дом строит крепко, ни ветрь его не сдует, ни дождь не смоет, а есть человек, который строит дом на песке, думает, вот красивый дом, но подули ветра, пошел дождь, и все, размыло его строение, все оно в трещинах, в лучшем случае, в худшем случае развалится, и года не пройдет. Поэтому важно действительно иметь помощников, семейным людям, таким помощником является муж, женой, да и Господь, как соучастник этой жизни, да, то есть если есть всякие так называемые религии, где может там Господь взять как-то котенка тебя в рай отпустить, и все, то есть не надо ничего трудиться, так не бывает, так тоже неинтересно. Да, то есть духовная жизнь, это постоянная жизнь, это работа над собой, это умение думать, умение правильно делать свои решения, человек боится, что вдруг мое решение не получится, да, бывает такой страх у многих людей, что вдруг я вот что делаю, это неправильно, да, в этом случае нужно помнить, что нужно молиться постоянно, непрестанно, если ты хочешь радоваться, надо всегда молиться, и об этом четко говорит Библия, да, всегда радуйтесь, непрестанно молиться, и если ты молишь, то у тебя появляется радость, потому что ты смолишься, раз я помолился, и вот так сделал, значит, если это плохо, Господь все устроит в лучшем виде, да, и потом люди удивляются, что вроде как-то должно было получиться не очень хорошо, а получается так, что все вокруг доволены, да, получается шедевр, то есть мы хотим, чтобы наша жизнь стала таким шедевром, то мы должны, конечно, просить Бога о помощи, и не унывать, потому что, да, действительно, два состояния, одно состояние уныния, что у меня ничего не получается, другое состояние, что вот я там чуть-чуть взял, все, я уже там, уже на небесах, стиле Теонс Тауст, раз, уже упомянули тему тяжелого атлета, такой пример, Теонс Тауст очень часто, ну, не часто, но в некоторых письмах приводит пример тяжелого атлетов, которые в то время, конечно, не было многих видов спорта, которые есть сейчас, но были борцы, и он говорит, что христианину, вообще вера в человеку, будет очень стыдно, если он придет и посмотрит на листаль еще тяжелого атлета, который 7 дней в неделю вкалывает, чтобы вот выступить там 5 минут, и получить какой-то там небольшой венок из лавра, в лучшем случае, да, ну, бывает, может, и больше награды, но бывает, и еще меньше награды, вот, просто поаплодируют, и все. Да, вот как человек много делает для того, чтобы победить. Да, вот так же и мы должны столько же делать, чтобы победить нашего главного соперника, дьявола, да, вот сколько мы должны трудиться, поэтому осталось то и говорить, что вы же многие знаете про то, что существуют такие люди, как борцы, вот вы должны понимать, что вы должны в духовной жизни быть сильнее, чем они, есть в жизни физической, обычной, телесной, да, и вот действительно становится порой стыдно, когда думаешь, вот там, два дня поел одни сухари, и все, я теперь спасся, можно теперь там все, что угодно делать, да, это совершенно не так, жизнь духовная должна быть постоянной, если только два дня я схожу на работу, мне не забывать только за два дня, да, мы должны постоянно трудиться над собой, да, очень часто, к сожалению, когда мы боремся с страстями, мы начинаем трудиться на жизни других людей, у нас окружающие все, вокруг становятся грешниками, я становлюсь учителем, это обычно не так чаще всего бывает, да, и всех начинают получать, из-за этого возникают проблемы и в семье, и в обществе, и везде возникают проблемы, чаще всего из-за того, что человек считает, что не я виноват в том, что что-то не так, не мне надо справляться, а что я всегда прав, все вокруг не правы, я всегда прав, да, это позиция, которая убивает, да, и есть даже такая замечательная притча, о том, что, да, есть там две семьи, одна многодетная большая, там почти нет ссора, другая малочисленная, ну, собственно, не в количестве людей дело, да, в этой притче, и там постоянно скандалы возникают, в итоге они воздерживают, говорят, сходи ты к соседям, узнаем, как они так живут, счастливо, что мы каждый день ругаемся, не было дня, чтобы мы не поругались, даже говорят, вот в храм сходим, придем с храмом, все равно ругаемся, что происходит, вот, ну, пошел он к соседям, там, привязать через забор, смотрит, там, муж разлил ведро воды, скорее же она убегает, прийти, я виноват, что там оставил, говорит, нет, ты прости, что я не заметил, иначе друг у друга прощение просить, что я виноват, я виноват, все так говорят, что минут пять никак останется не могут, он возвращает, жена говорит, ну, что там у них, говорит, да у них, говорит, на все виноваты, да, и в этом вот оно, да, залог счастливой семьи, и вообще счастливого общества, да, к чему по идее, Тоже нужно заботиться, как говорит Сейс Филарес, что кто не любит отечество земного, не полюбит отечество небесное. Залог хорошего отечества и хорошей семьи, и хорошей духовной жизни. Если мы не будем себя ставить выше всех, и ставиться я на ступень выше того, что я крестик ношу, просто соблюдаю, а будем понимать, что мы делаем то, что должно. Если мы хотим счастливы быть людьми, жить в человеческом обществе, а не в животном, я сам в первую очередь должен быть человеком, сам должен быть светлым, хорошим. И все получается честно, без всяких иных проблем. А если мы видим, что все вокруг такие сякие, больные, духовные, физические, всех начинаем говорить, ты там давай меньше ешь, ты меньше пей, ты это, ты сё, а сами при этом не справляемся, то мы слепой, который хочет других слепых повестить с собой. Духовное зрение, к сожалению, имеет такое свойство избирательности. Человек начинает видеть, действительно, как вы сказали, грехи других, свои не замечает просто в упор. И при этом ощущает себя действительно в каком-то соревновании, но при этом и видя в других недостатках, а в себе не замечает, думает, ну у меня-то всё в порядке, я ещё не так плох. Или видя, что кто-то действительно нерадиво духовно живёт, думает, ну а что я буду напрягаться, ну вроде вот, он же, ну как бы, мне тоже не стоит. Это же принципиальная ошибка. Некоторые, кстати, успокаивают себя фразой о том, что, ну, я не хуже других, поэтому мне и не надо справляться. Это очень опасное явление, очень страшное, что вообще такое явление есть, а с этим, конечно, тоже надо бороться. Бороться и понимать, что, да, я очень часто себя люди успокаивают, что я не хуже. Действительно, духовное зрение – это то понятие, которое тоже должно быть. Как в обычном человеке есть зрение, так и в духовной жизни должно быть зрение. Обычно человек, не замечая своих грехов, считает, что я там стандартный набор каких-то вещей не исполняю, никого не убил, там, жене не изменил или мужа не изменил, там, ни у кого не украл, всё, значит, я святой. Да, на самом деле грехов намного больше. Так же, как болезни намного больше, чем там, известно, сейчас очень много болезней желудка, из-за того, что много химии мы едим, да, и рак, как-то же много всяких, и средства облучения, ещё чего-то, да, такие ещё распространённые болезни. Ну, и много, на самом деле, болезней мелких достаточно много, да, если брать терминологию медицинскую, да, а также в духовной жизни грехов намного больше, чем кажется. Да, и чем ближе к Богу, тем больше начинаем в себе их замечать. Да, когда человек приходит с какого-нибудь труда в рабочей одежде, он не думает, что это не особо грязное, но когда включается свет, становится понятно, что пора всё стирать. Да, так же и в духовной жизни мы, если пытаемся привелиться к Богу и стать лучше, мы должны научиться видеть в себе не только большое, но и малое. И вообще жизнь из-за этого меняется. Если люди начинают видеть малое, а не только большое, то жизнь становится счастливее. Многое сразу меняется, да. Оказывается, что там в семейной жизни находятся какие-то счастливые моменты, и на работе оказывается, что не всё так плохо, потому что мы видим мало, видим, как люди трудятся. Да, небольшое видим, что там зарплата не очень большая, иначе всё плохо, да. Не только зарплат составляет человека счастливым быть, согласитесь. Есть и другие факторы, которые помогают ему становиться счастливым, любому человеку. И по поводу грехов своих и других, ведь Господь так и сказал, что сначала вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть свечок из глаза брата твоего. То есть, может, там есть свечок, но ты не поймёшь, как ему помочь, если не будешь сам иметь опыт борьбы со страстями, не исторнешь и хоть в какой-то степени уже, то есть бревно вынуть, это действительно увидеть множество грехов. Это не просто начать, это исповедоваться систематически и упорно, и приступать к святым тайнам, и получать с Божьей помощью какую-то действительно победу даже над страстями. И потом действительно увидишь, что у тебя будет опыт, и сможешь подсказать, если тебя спрашивают. А они наоборот, как мы часто делаем, сначала лезут с советами и распоряжениями, ещё сами не очистившись. Да, действительно, и вот этот пример с тем, что есть там сучок в глазе брата твоего. Многие люди знают этот пример в Евангелии, многие его употребляют. Даже те, кто ни разу не читает Евангелие, очень яркий образ того, что говорит, что как же ты хочешь вынуть свечок из брата, если бревна в своём глазе не видишь. То есть, есть разные меры, что у тебя очень много грехов, но ты увидишь в другом брате один только грех, и давай его скорее справлять. Да, потому что, а что можно посоветовать? Да, это, что можно посоветовать, если ты сам не знаешь, как с этим бороться? Если ты не знаешь, как тяжело бывает побеждать в духовной жизни, если ты не умеешь побеждать, если не умеешь сдерживаться. Вот есть такая книга-притча, читается во время Великого Поста, вместо на будничных службах читается книга-притч премудрого Соломона. И там, говорит, мудрый человек подумает, прежде чем сказать, а глупый сначала скажет, а потом подумает. И вот это действительно проблема мудрого человека. Глупого перед мудрым, что он сначала в этой своей страсти всё выдаёт, а потом начинает думать, зачем он это сказал? И нужно ли это было другому человеку услышать? И вообще не повлияет, и в худшей стороне это на их отношениях. Всё это забывается. Захотел, сказал, а мудрый человек подумает. И от этого в его жизни становится меньше зол и проблем у мудрого человека. Потому что он подумает, всё рассудит, как поступить, чего не сделать. И вот за счёт своего опыта, а в следующий раз, и в последующие разы приобретается опыт. Благодаря опыту человек начинает правильную духовную жизнь. И вот там действительно не хватает. Поэтому Господь обращает внимание на опыт, как важную вещь в духовной жизни. Что нам есть на кого сослаться. У нас собственный опыт, что я был в такой ситуации, как ты. Может, братцы вам сказать. У меня там другая, может быть, страсть. Но я был... Потому что все страсти, они имеют, по сути, очень схожие зародыши, схожие проявления. Называются по-разному. И действия разные этих страстей. Но суть у них одна и та же. И это суть в том, что лукавый поселяется в сердце человека. Поэтому молитва «Ченаш», которую мы постоянно читаем, просит, избавь нас от лукавого Господа, чтобы нам помочь. Но Господь не может сам избавить, если человек не захочет. Поэтому надо просить Бога помощи. Чтобы Господь помог самим трудиться над собой. И тогда действительно стремиться видеть в себе многие, даже малейшие черточки. И вот осталась у нас буквально минута до конца эфира, что был такой Стоян Кронштадтский. И вот в духовной жизни очень помогает вести дневник. Как был Иоанн Кронштадтский, он вел дневник каждый день. И подмечал любые мелочи, которые были в течение дня, что он там кому что сказал. Ой, я ему так сказал, вот в такой интонации это не очень хорошо. И пошел там, он при этом каялся, да, не забывался это исповедовать. Но подчеркивал, что как его жизнь духовно развивается. То есть он многое же забывается с человеком. А тут все есть на бумаге написанное, да. Уже не вырубишь топором из тетрадки этих слов, да. Замазки тогда и не было особо. Поэтому Няк Кронштадтский вел дневник, и все подмечал любые малейшие мелочи. Любой шаг влево, шаг вправо, тут же у него подмечалось он. Ага, почему ты, он пытался отмотать, но почему он это сделал? Где он ошибся? Где этот грех начал в нем развиваться? И в следующий раз он уже знал, как с этим бороться. Уже у него был богатый опыт, который еще и письменно у него, да. И поэтому многие ценят дневники на Кронштадт, в которых уже больше там 10-15 томов изданы. И многим советую прочесть, как пример того, как можно и нужно следить в своей жизни. Чтобы вот эти страсти, которые в нас возникают, чтобы их побеждать. Потому что если мы не будем побеждать эти страсти, будем отравлять и свою жизнь, и жизнь окружающих. Да, это будет и для здоровья вредно, и для нашего тела вредно, и для души вредно, да. И в итоге будем уже здесь, на земле, жить как в аду. Потому что мы дали волю страстям, а не светлой духовной жизни. Поэтому я всем желаю бороться своими страстями, да, чтобы жизнь окружающих делать не адом, а райом. В чем-то все нам поможет Господь. Да хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok